Морозы продолжают держать в тонусе жителей региона. При какой погоде школьники края могут прогулять уроки, пишут корреспонденты информационного портала Толк. Так вот, общие положения для Алтайского края гласят, что ученики начальных классов могут прогулять уроки при минус 30. Если при этом добавляется ветер, в школу можно не ходить и в 27. Школьники средних и старших классов не идут на занятия при минус 35, а если погода ветреная, то уже в 32 можно оставаться дома. При этом с недавних пор родители могут самостоятельно решить, отпускать ребенка в школу в мороз или нет, необходимо лишь сообщить об этом. Качество и своевременность уборки дорог Наукограда проверила инспекция ОНФ. Как сообщает бийский рабочий, фронтовики прокатились не только по основным бийским магистралям, но и свернули в сторону дорог, которые относятся к третьей и четвертой категориям, куда дорожная техника заезжает в самую последнюю очередь. Оказалось, и здесь не все так плохо. Замечания есть, говорят инспекторы, но это дело поправимое, причем быстро. Какие нарушения по уборке все-таки встречаются на дорогах Наукограда, читайте на страницах бийского рабочего. Жители края стали чаще обращаться за консультацией на линию спидцентра, сообщает Политсибру. Наиболее распространенные причины обращений – вопросы, связанные с тестированием на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты, инфекции, передающиеся половым путем, рискованным сексуальным поведением, жизни с ВИЧ и так далее. Ежегодно увеличивается число обращений на телефон больных ВИЧ-инфекции и членов их семей. Звонят и те, кто страдает с педофобией, у которых большой страх, что они инфицированы. Если у вас есть вопросы, обращайтесь по телефону, указанному сейчас на экране. Хоккеисты Алтая проиграли семь матчей подряд, пишет «Комсомольская правда» Барнаул. Пять из них уже при новом тренерском штабе. Бывший директор хоккейного клуба Алтай поделился своим видением на непростую ситуацию в клубе. Ему не нравился и прошлый тренерский состав, и нынешний. Что происходит с алтайским хоккеем и видит ли Бугорский тех, кто мог бы заниматься его развитием, читайте на страницах комсомолки. В заснеженной степи алтайского края сфотографировали верблюдов. Заснял их водитель на трассе между Кулундой и Родина. Они, кстати, не боятся людей. Есть информация, что животных, которые обитают в пустыне, держат житель Кулунды, сообщают аргументы и факты Алтай.